Мы с тобой гордимся. Мы очень рады все. И дай Бог, чтобы в дальнейшем ты всегда побеждал. В семье Сидиковых праздник. Отец поздравляет старшего сына Данила с победой на всероссийском конкурсе «Большая перемена». За собственные знания, эрудицию и умение выстраивать коммуникацию жюри присудило выпускнику Химкинской школы главный приз – 1 миллион рублей. Диплом финалиста. Вот, возьмите, пожалуйста, вот и принял. Миллион рублей. Миллион рублей? Я, честно говоря, никогда не держала в руках. Можно? Конечно, конечно. Возьму его и попробую ощутить хотя бы вот на такой картонке. Ну, ты скажи, когда ты вот это получил в руки, ты ощутил вот эту вот сумму, ты понял, что вау, это такие большие деньги для таких крутых возможностей? Ну да, конечно, конечно. Я когда получил из рук моих коллег 9 рублей, я был очень рад. Однако для Данила выигрыш не стал большой неожиданностью. Методично парень шел к своей цели с первого дня участия в конкурсе. Ну, какие смежные структуры мы будем действовать в нашем городе? Задания первых этапов интеллектуального состязания касались экономики, географии, истории, инженерии. Их школьник выполнял вместе с наставником Еленой Червяковой, учителем географии и экономики по совместительству. С каждым пройденным этапом команда единомышленников набирала все более высокий балл. После успешно выполненной дистанционной работы на почту Данилу пришло письмо. Организаторы попросили его собрать необходимые документы и приехать в Артек. Впереди был финал. Нам нужно обеспечить взаимодействие этого города с другими городами. Какая-то связь нужно будет. Например, прийдем в железнодорожную сеть. Город будущего. Проект, который школьник успешно представил и защитил на всероссийском конкурсе. Данил продумал все до мелочей. От условий проживания людей в этом городе до устройства промышленных производств, работать которые будут с минимальным вредом для окружающей среды. Сложность проекта заключалась в том, что у красивой картинки жюри было мало. Как вы будете перемещаться из одного здания в другое? У нас разработана несколько уровневая система перемещения зданий. Начнем с этого уровня. Проект необходимо было довести до полностью готового к реализации. Прописать экономические затраты, транспортную развязку, доказать, почему должно быть так, а не иначе. Вы работаете над неизвестным проектом, неизвестной темой проекта, с незнакомыми людьми и в определенное короткое время. То есть вы должны сработаться, найти общий язык и получить наивысшие результаты. Это получается нас погружать в реальную обстановку, в реальной жизни точно так же. Наблюдатели отмечали все. От самой дисциплины до инициативности участников. По каждому критерию Данила оценивали высшим баллом. А пока у школьника шла непрерывная работа и на эмоции времени не было, всей душой за него болели одноклассники и учителя. Мы желаем тебе успеха. Ты всегда первый. И оставайся и будь первым. Успех за тобой. Успех за тобой. Елена Николаевна признается, ночей не спала. Последние дни состязаний оказались самыми напряженными, а часы перед оглашением результатов и вовсе казались вечностью. По словам учительницы, в тот вечер она почти не выпускала из рук мобильной. Боялась пропустить сообщение от Данила. И какой-то период времени я, ну, семья же все-таки, значит, отвлеклась там вечером, да, ужин готовила. И уже где-то полчаса прошло. И я не брала телефон. И потом беру телефон, написано, я победил. Все, я тогда вся душа затряслась, конечно, от радости. Сегодня она не сдерживает слез радости и гордости за своего ученика. С облегчением выдыхает. Все закончилось. Полгода напряженной и круглосуточной работы остались позади. А вот Данил, напротив, расстраивается, что конкурс, который едва начался, остался в прошлом. После общения с людьми, с детьми из разных субъектов нашей великой страны, у меня какое-то, после окончания всего конкурса, у меня какое-то эмоциональное опустошение. Потому что я уже, ну, там было очень классно. Мы работали, мы знакомились, мы общались, и тут все закончилось. Хотя я победил, да. С одной стороны, я обрадовал своих родителей, я обрадовал своих наставников. Я сразу подумал, что дальше. Секунд 30 подумал, ох, порадовался, а потом сразу подумал, что дальше. А дальше, как говорит сам Данил, больше. В планах юноши с отличием закончить школу и поступить в главный вуз страны на факультет биоинженерии и биоинформатики. Я уверена, что это всего лишь начало к большим вершинам. Ты молодец, я горжусь, что у меня есть такой брат. Нина Бережная, Николай Забродин. Специально для Ахимки ТВ.